так ребят всем привет сегодня вот нахожусь вот в таком месте едем по дороге домой в мурманской области заехали в деревню нестерова по моему нестерова называется рязанской области в необычную такую церковь она заброшенная ценность этой церкви в чем что что архитектура очень необычная сейчас я снаружи там засниму здесь осталось еще сохранилась роспись старая роспись которая есть даже вот эти как называется фрески иконы в некоторых местах сейчас я немножко здесь быстренько пробегусь потому что едем по пути немного времени у меня и как смогу сейчас засниму и снаружи потом выйду уже покажу здесь вот она в таком состоянии находится здесь вот здесь вот что-то обрушилась часть с окном вот видно из красного кирпича такого красивого такие стяжки здесь почему-то какой-то был переход куда-то я не знаю колокольна что ли что-то почему-то нет прохода и дальше вот вот такой вот еще заходит здесь не знаю что здесь такое было странное такое какое-то помещение а здесь что-то заложено что-то было заложили ну видно что я пытаюсь ремонтировать такие вот перекладины металлические видно что ее пытаются ремонтировать вот но денег видно нету нет не выделено здесь еще одно такое вот помещение тоже заложено здесь что-то видно было как будто бы более свежего здесь укладка какой-то красноватый цвет такой дает камера хотя это не так из-за кирпича что здесь тоже вот такая стяжка была ее спилили видно этим как называется газовая тарелка автогеном я конечно совершенно не подготовлен к такому такой поездки я в шортах хожу здесь по крапии но ничего здесь вот остатки колокольня ну еще довольно таки неплохом состоянии кстати есть вот ход фонарь я конечно собой нельзя как всегда сейчас разбегу за фонарем телефон всегда мечтал пройти по такой лесенке который поднимается на колокольня вот колокольня то есть сейчас я потом отойду с откуда-нибудь расстояние покажу ну вот наверно дорожка с немножко пройду чтобы увидеть как раз там солнце падать с той стороны чтобы видно было какая она красивая необычная необычная архитектура прям необычно здесь деревнях я нигде такую не видел то есть видно что всего было богато либо был какой-то помещик богатого это село был богатый объектив не маска вот такая вот церковь огромное просто огромнейшая вот так тут получается она как двухэтажная там первый этаж и там проход на второй этаж чем на второй этаж сходим давно я уже хотел ее заснять ну точнее вообще побывать в ней но все никак мне не удавалось хотя находится она на дороге в которой я еду с особо косимов на расстоянии наверное не знаю там два километра дороги и ее видно прямо с дороги которые почему-то никак не останавливался вот здесь вот такая была красота сделана вот так вот выделялась причем было даже сохранилась лестница здесь была верю такие мощные петли эти какая красота сейчас возьмем фонарик и все-таки сходим туда вот такой был подъем получается здесь лестница была скорее всего из такого такого кирпича внутри красных побелен и вот здесь вот судьба была лестница здесь вот природный камень и вот такой вход очень необычно и интересно вот такой вид на колокольню представляете выход был и вот такой выходишь когда церкви здесь провалился вот такой второй этаж вот сохранилась фреска вот с этой стороны тоже сохранилась здесь был этот как он называется коностас вот так вот вот здесь вот видите сохранились фрески такие с этой стороны сохранилась очень красиво конечно интересно вот ну спускаюсь вниз вот ну спускаюсь вниз сейчас пройду с другой стороны возьму фонарик и здесь по дорожке дорога здесь накатана на стенокосы на огороды ездит редко там он еще одна очередная заброшка какая-то элеватор что строит уже последние годы а ну с этой стороны в принципе входить смысле никакого нет здесь солнце стороны падает ничего не видно сейчас зайду там еще внутри на первом этаже поснимаю там тоже сохранились эти распис роспись стен лески здесь получается с этой стороны выход был еще на такой балкончик очень интересно потом почитаю интернете найду про эту церковь кто ее строил для кого ребята мои там гулять ну чё погуляли классная маш я только что был там на втором этаже вот такой здесь вот вход вот это этот балкончик рушится уже вот здесь вот так вот окна такие большие кованые решетки вот первый этаж я с него конечно начал тут снимать немножко но еще вот здесь вот вот такая сохранилась роспись красивая вот такие вот штучки вот здесь вот какой-то такой знак вот не знаю что означает здесь наверху вот такой знак здесь вот иисус и посмотрим кто делал роспись посмотрим кто делал роспись в интернете вот здесь вот так вот ну и все в принципе здесь времени больше у меня особо нет снимать сейчас сбегаю на колокольню и все в принципе ну здесь роспись никакая не сохранилась здесь вот такой помещенец какой-то здесь вот выход еще один вот такой выход с этой стороны тоже балкончик такой сделан второго этажа вот ну все сейчас беру телефон с фонариком и бегу быстренько на колокольню так вот я опять сюда подошел колокольник взял налобный фонарь взял взял с собой этот так телефон не знаю конечно вот такая лестница мечта была мечта была всегда хотел слазить по такой лестнице вот вид окошко здесь здесь вот такой проход фонарь вот такая вот вот такой вот вид считаем а здесь как на втором этаже даже выше лестница идет еще выше но выше не полезу вот такой вид открывался с колокольни ну высоко ладно выше я не полезу смотрите какой камень красный какой-то природный такой большой выложили здесь получается висели вон на тех балках я так понимаю колкола ну ладно пролезу я не буду дальше лезть потому что там люди ходят боюсь что скажут что что тут в общем вот такая интересная церковь нахожусь вот здесь в проходе очень здорово здесь конечно но вот хорошо с одной стороны я всегда радуюсь когда эти места находятся в таких вот состояниях еще когда еще более-менее все видно и не восстановлено потому что когда восстанавливают уже доступа о широкого круга людей нет и получается что ну нельзя уже посмотреть это все походить побродить спокойно одному компании только ну опять же вот в такие места вас никто не пустит типа как колокольня вот такая лестница так сказать в потаенные такие места но ну я рад что я застал эту церковь именно вот в таком состоянии в каком она сейчас есть что она еще целая и доступ есть открытый вот ну все мы поехали назад кандалакшу ехать нам еще полтора дня все всем спасибо за просмотр всем пока удачи